виталий приветствую тебя торговая сессия вторника наши традиционные встречи обсуждаем рынки с разных сторон смотрим на происходящее пытаемся определить тенденции и конечно же подсказываем нашим подписчикам и тем кто след за нашим контентом как можно действовать здесь сейчас на рынке ну что была некоторая пауза у нас по моим прошлый фильм если вы пропустили да это по обстоятельствам которые не зависели от тебя опять же причина во мне не было возможности подключиться к фиру но вот сейчас обноверствуем опять же что касается тенденций наверное мой традиционный вопрос тебе за последнюю неделю учитывая то что вышли данные по инфляции учитывая заседание американского регулятора риторику паулы то что доллар остается стабильным в районе 105 пунктов до часа индекса американской валюты изменилась ли каким-то кардинальным образом твоя точка зрения по поводу среднесрочных перспектив доллара считаешь ли ты что нужно дождаться например следующего отчета по инфляции который выйдет июньские данные которые выйдет начале июля чтобы делать какие-то уже объективные выводы о том если тенденция так называемые эти трех релизов о снижении инфляции подряд достаточно для того чтобы убедить фрс в снижении ключевой процентной ставки в сентябре либо доллар уже получил солидную поддержку и какое-то время будет ролировать развивать восходящую ты как думаешь буквально пару слов и потом перейдем к нашим с тобой традиционным инвест идеи общее настроение ну да изменения есть у меня по рынку по некоторым инструментам это по доллару и по золоту да по другим инструментам пока работаю скажем по криптовалютам немножко изменилось что по инфляции как видим инфляция показала снижение но реакция рынка была локальной да то есть скажем в среду только да евро фунт показал хороший рост но дальше все скажем все пошло на нет и в принципе ppi немножко снизилась и и настроение мичигана пятница тоже ниже ожиданий фундамент вроде бы указывал на ослабление доллара но все пошло наоборот технически пока мне все указывает на то что скорее всего доллар будет дальше набирать силу ну формате где-то недельку две-три я думаю будет как минимум возможно и максимум как раз вот возможно и максимум понял как раз потенциально две-три недели это примерно столько времени ну может быть больше до выхода следующего отчета по cpi июньских данных и как мы помним павел на пресс-конференции даже несмотря на снижение инфляции два месяца подряд все-таки еще необходимо сказать что чего-то не хватает пресс чтобы сказать да все пришло время для смещения экономической политики ну я предположил что может быть им нужно еще один отчет чтобы говорить уже о том что вот три месяца подряд это как бы не случайность это уже реальная самая настоящая тенденция и по классе экономического анализа как правило о какой-то динамике на протяжении трех месяцев судят о самом настоящем тренде и тенденции я на самом деле тоже считаю что какое-то время индекс доллара будет демонстрировать положительную динамику и потом уже все будет зависеть от характера цифра по инфляции я кстати готов пересмотреть свою точку зрения и например начать даже агрессивно шарте эти индекс доллара если мы в рамках июня тоже увидим то что индекс потребительские цены демонстрируют нисходящую динамику так ну давай тогда вкратце к нашим идеям секундочку индекс доллара текущей котировки 104 98 но в целом можно округлить в районе 105 пунктов сейчас инструмент торгуется сегодня важный день для доллара потому что выйдут данные по рыночным продажам в сша в 12.30 по gmc это отчет который имеет большое значение для рынка потому что это отчет по потребительской активности а потребительская активность напрямую влияет на инфляцию поэтому логически если рассуждать то можно предположить что по рознице можно будет прикинуть то как изменились отдельные компоненты влияющие на показатель инфляции что соответственно может быть очень продать из индекса потребительских цен мне бы хотелось таких исключительно субъективных соображений увидеть доллар прям пободрее даже несмотря на то что он сейчас торгуется на отметке 105 например в районе 106 50 потенциально даже получше но я понимаю что так высоко доллар может забрать только в том случае если рынок получит сигнал того что в рс может отложить снижение процентной ставки сентября на конец этого года но это будет возможно только в том случае если июньские данные по инфляции произойдут значение мая то есть эту статистику нужно еще дождаться времени предостаточно две-три недели скорее всего будем работать с умеренной постоянной динамикой доллара и сегодня доллар может перейти снова к росту после выхода данных по кроничным продажам ожидать что прирост в прошлом месяце составит 0,2 процента на контрасте с нулевой динамикой в апреле этого может быть более чем достаточно чтобы поспособствовать улучшению интерес к этому инструменту поэтому 105 это на мой взгляд все еще хороший уровень для входа с целью на обновление новых локальных максимумов учитывая то что следующий эфир у нас состоится через неделю хочу отметить то что важно будет обратить внимание на фунт потому что завтра отчет по инфляции в англии в четверг заседание банка англии можно сказать то что фунт вообще с точки зрения фундамента самый интересный инструмент этой недели я ориентируюсь на прогнозы которые мы можем найти в экономическом календаре считаю что инфляция действительно окажется значительно ниже в прошлом месяце и это может тоже подтолкнуть банк англии к тому чтобы британский регулятор как и cb как и национальный банк швейцарии рассмотрели вас и банк канады рассмотрел возможность смягчения экономической политики я не думаю что произойдет сейчас в ходе заседания которое запланировано на четверг но я рассчитываю на то что это может случиться в июле либо в августе и даже просто намека на то что этот сценарий обсуждается может оказаться достаточно чтобы пара фунт-доллар полетела камнем это даже еще не затрагивая политические вопросы аспекты которые тоже имеют очень большое значение напомню что выборы в англии состоятся 4 окна июля до выборов в англии пройдут выборы во франции 30 июня поэтому тема с политикой будет очень сильно резонировать и на европейскую валюту и на фунт тоже и даже если друзья вы не верите например как я в укрепление американского доллара считаете что доллар придет к снижению это может поддержать рисковые инструменты я думаю то что политика не даст очень сильно в ближайшие две-три недели вырасти рисковым активом потому что неопределенность на прям очень высокая все может измениться в плане политической элиты и приход к власти ультар правых это уже совершенно другие издержки для экономика считывая такие обещания они сейчас дают во время предвыборных кампаний сокращение налогов снижение пенсионного возраста и тогда это все будет очень дорого стоить так и что касается золота я виталий за шартовой сделки 2318 долларов за функцию сейчас вдруг то что золото пробьет протестирует поддержку 2003 2300 и потом уже протестить важный уровень поддержки более значимый чем вроде как психологические круглые 1300 более важный уровень поддержки 2280 и мой скепсис отношения золота обусловлен все-таки больше веры в крепление доллара и то что доходность американских облигаций снова вернуться к локальным акциям эти инструменты имеют обратную корреляцию также смотрю за сантиментом он пока 50 на 50 но периодически мы видим то что он толпа все же залазит в длинные позиции и это меня на самом деле настораживает и заставляет держаться подальше от лонговых сделок видя больше колитета в развитии нисходящей динамики поэтому здесь за шорта их снижение ниже планки 2300 долларов за трость коммунсу так на этих инструментов остановлюсь тогда снова передаю тебе так ну давайте начнем с S&P 500 дальше закончим евро фунтом и золото да напомню по S&P 500 я последнее время даю только покупочки у нас в принципе мы каждый каждую неделю показывают новые максимумы то есть эти максимумы не просто максимумы исторические максимумы то есть пока все идет в рост тянут индекс Nvidia Apple да какие-то новые моменты появляются и эти акции все время выстреливают и скажем идет такое соревнование между ними кто дороже какая компания сколько триллионов стоит да инфляция падает да и ну мне кажется что самое большее здесь идет влияние не там инфляции или процентных ставок то что много денег есть компании хайпуют и скажем за счет этого вытягивают индексы то есть скажем вот такая реальная сторона поэтому кто ранее покупал я бы дальше в принципе удерживал я не вижу каких-то пока признаков на разворот конечно может в любой момент он нарисоваться вот когда уже нарисуется тогда можно будет говорить о о шортах по S&P 500 пока только покупки но сейчас я бы уже скажем не рассматривал покупку потому что подождать бы какое-то накопление вот допустим вот я на выходных делал обзор вот на этом маленьком накоплении я советовал покупать и оно локально отработало сейчас у нас его нету так скажем нового сигнала но кто ранее покупал я бы подтягивал сделки без убыток повыше стоп лосса и удерживал там возможно на более сильный рост дальше по поводу рынка криптовалют если брать биткоин то здесь мне кажется восходящая динамика локальная ну скажем который было у нас в мае она сейчас меняется и возможно мы будем тестировать еще повторно 60 тысяч возможно ниже посмотрим у нас получается здесь вот за последние там две недели образовалась такая скажем шортовый сигнал который указывает что он скорее всего продолжится возможно ли это коррекция и мы скажем там какой-то момент это все откупим такое не исключаю но пока все указывает на шорт и пока мы ниже условно шестьдесят семь тысяч здесь образовался такой уровень сопротивления локальной я бы ниже данного уровня только шортил с целью там шестьдесят тысяч то есть посмотрим дойдем либо туда на то же самое там касается эфира дальше по золоту я с тобой согласен здесь я скажем до до пятницы я был ну включая пятницу я был покупателем по золоту но видно что на текущий момент вот эта динамика которая образовалась за последний там торговый месяц она показывает явный такой нисходящий коррекционный тренд который может там усилиться насколько он усилится мы просто сделаем там условно как ты назвал цифры две двести восемьдесят или там еще ниже уйдем там на сто долларов на сто пятьдесят на двести время покажет но я бы пока только шортил то есть вот пока мы ниже на какой у нас там уровень где-то в районе две тысячи триста сорок триста пятьдесят вот вот эта зона сопротивления очень сильная все что ниже я за шорт да то есть на обновление этих минимумов и возможно где-то ну сто долларов можем уйти плюс минус вот видно вот пошли такие нисходящие импульсы вот первый в середине мая и второе в начале июня и видно что скорее всего это коррекция может ли быть на вариант вот как я видел изначально что вот это все что у нас происходит по золоту за последние там три месяца вот это все то есть эта коррекция я дал дальше видел еще на там на 2 500 2 600 и выше но такой сценарий я еще не исключаю но возможно через более глубокую какую-то коррекцию все так но пока спекулятивно только шорт вот я так вижу но обязательно со стоп лоссами за вот эти уровни потому что у нас тренд восходящий плюс там плюс минус какой-то любой новый конфликт и золото так скажем может хорошенько уйти наверх и чтобы дальше не пересиживать ну и рынок форекс давайте обсудим фунт по фунту раньше я был покупателем достаточно агрессивным таким за последний месяц но вот это снижение которое произошло пятницу мне кажется но ломает вот этот восходящий тренд у нас сейчас нарисуем вот у нас был восходящий тренд такой четкий то есть я даже вот прошлую неделю я еще хотя были сомнения и про шорт и так далее плюс у нас здесь образовался такая дивергенция на дневках то есть указывает на возможно разворот данного тренда я вижу снижение достаточно сильнее по фунту где-то в район 1.26 1.25 1.23 даже вот обновление этих минимумов может ли быть там альтернатива допустим что это все коррекция она закончилась или еще чуть-чуть продолжится и дальше вверх да такое возможно для этого существует стоп лоссы поэтому кто будет шортить обязательно с рисками так как у нас все возможно рассматриваю шорт с текущих или еще там более глубокую небольшую коррекцию где-то в район условно 27 50 плюс-минус но пока мы ниже 1.28 я зашор такой среднесрочный то есть на ближайшие там несколько недель там у нас заседание цб да в четверг будет по по англии да возможно там будет какая-то волатильность и так далее и евро доллар по евро аналогично то есть у нас тренд поломан который был раньше восходящий и сейчас я больше за снижение с целью там 1.06 поэтому я бы шортил с текущих плюс-минус если будет еще коррекция добавлялся в шорт поэтому целью на 1.06 возможно 1.05 дальше по поводу может ли это быть все коррекция по евро вот я такой у меня есть альтернатива еще она сохраняется что вот это все снижение вниз это коррекция предыдущем тренде который у нас был и мы дальше улетаем наверх такой вариант возможен для этого тоже существует стоп-лосс если мы идем наверх то обязательно там нужно принимать риски потому что если я ошибаюсь шортами условно там по фунту по евро по золоту да и рынок начнет расти очень сильно то нужно уже там принимать убыток чтобы не пересиживать так как тренд может там начаться начаться очень сильной но пока у меня сценарий шартов но по нефти я добавляться не буду потому что нефть я рассматривал на выходных у себя и она неплохо выросла поэтому нет уже там ничего интересного нету виталий пассивки за рекомендации в целом смотрим одинаково плохо в отношении дисковых инструментов отдельно взятых и наверное действительно сейчас в ближайшие дни нужно будет больше сфокусироваться на фунте но это просто исходя из содержания экономического календаря основные инструменты не так интересные но общее настроение конечно же на них тоже влияет и кстати по поводу фондового рынка я в целом тоже дальнейший рост там уже прям по снп просится вот этот планка 5 500 наверное очень скоро мы для нее доберемся виталий спасибо тебе за твое время за рекомендации за то что обсудил вместе со мной рынке ну давай тогда ожидать новостей и смотреть за тем как они повлияют на динамику инструмент тебе хороших прибыльных торгов и хороших выходных до скорой встречи пока удачи пока